Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Что происходит с капризной погодой и каким метеоявлением нужно быть готовым жителям разных регионов нашей страны? С прогнозом погоды на телеканале Магия Кухни с вами я, Катя Кейны. Здравствуйте! Давайте узнаем прогноз погоды на 4 июня, а в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах руколы. В октаву погода порадует жителей ясной и солнечной погодой. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Вечером плюс 20, плюс 22 градуса тепла. Влажность низкая, 34%. В октябре 4 июня переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Вечером столбики термометров опустятся до плюс 11, плюс 13 градусов тепла. Ветер умеренный, с порывами до 6 метров в секунду. В Атырау переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 26 градусов. Вечером плюс 10, плюс 11 градусов тепла. Геомагнитное поле без возмущений. В городе Байконур день обещает быть жарким и солнечным. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 26 градусов. Ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Небо над городом Балхаш безоблачное. Температура воздуха прогреется днем до плюс 21, плюс 23 градуса тепла. Ночью плюс 10, 12. Влажность составит 40%. В городе Жесказган легкая облачность. Днем плюс 23, плюс 25. Ночью плюс 10, 12 градусов тепла. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%. В городе Кокшетау 4 июня синоптики прогнозируют дождь. Днем плюс 14, плюс 16 градусов. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов тепла. Высокая влажность 60%. Выходя из дома, не забудьте взять с собой зонтики. В Кастанае продолжается череда пасмурных и дождливых дней. Днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ночью плюс 4, плюс 6 градусов выше нуля. Относительная влажность 50%. Геомагнитное поле в пределах нормы. Погода порадует жителей Кызлорды своим ясным и теплым солнцем. Днем плюс 26, плюс 28 градусов. Ночью плюс 14, плюс 16 градусов тепла. Влажность низкая 20%. Ветер умеренный 3 метра в секунду. 4 июня в Павлодаре переменная облачность. Небольшой дождь. Днем плюс 17, плюс 19 градусов. Ночью плюс 6, плюс 8 градусов тепла. Влажность составит 40%. Ветер умеренный 7 метров в секунду. На севере нашей республики в городе Петропавловске облачно. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов. Дождь. Высокая влажность 60%. Ветер умеренный 7 метров в секунду. В Восточном Казахстане в городе Семей переменная облачность. Временами дождь. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Ночью плюс 9, плюс 11 градусов тепла. Слабый западный ветер будет достигать 8 метров в секунду. Влажность составит 29%. Погода удивляет и жителей Талдык-Иргана своим переменным настроением. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 24, до плюс 26. И плюс 12, плюс 14 градусов тепла ночью. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. В понедельник 4 июня в городе Тарас переменная облачность без осадков. Днем плюс 25, плюс 27 градусов тепла. Ночью плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. Влажность составит 30%. В городе Тимиртау переменная облачность. Временами небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, до плюс 19 градусов. А ночью до плюс 7, до плюс 9 градусов тепла. Влажность составит 40%. Ветер западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. В Центральной Айзии в городе Туркестане жители встречают ясная солнечная погода. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов тепла. Ночью плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление в норме. 740 миллиметров ртутного столба. Низкая влажность 10%. На западе нашей страны в городе Уральске 4 июня переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 25, до плюс 27 градусов тепла. Ночью дождь и плюс 11, плюс 13. Ветер слабый 7 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ясная солнечная погода. Днем температура плюс 20, плюс 22 градуса. Ночью плюс 6, плюс 8 градусов. Давление повышенное 730 миллиметров ртутного столба. Ветер умеренный 4 метра в секунду. В Шемкенте 4 июня переменная облачность. Днем температура воздуха поднимется до плюс 26, до плюс 28 градусов. Ночью плюс 15, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 710 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность низкая 30%. В городе Экибастуз в понедельник переменная облачность. Днем плюс 23, плюс 25 градусов. Ночью плюс 5, плюс 7 градусов тепла. Слабый западный ветер 5 метров в секунду. Влажность составит 35%. В южной столице Валматы синоптики обещают дождь и грозы. Несмотря на сильную влажность, воздух днем прогреется до плюс 20, до плюс 22 градусов. Ночью плюс 11, плюс 13 градусов тепла. Атмосферное давление 700 миллиметров ртутного столба. В столице Казахстана в Астане 4 июня переменная облачность. Небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13, до плюс 15 градусов. Ночью плюс 10, 12 градусов тепла. Ветер западный 10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. В любую погоду заботясь о себе и своих близких, питание должно быть не только умеренным и регулярным, но и разнообразным. Включайте в ваш рацион полезные овощи и фрукты, например, рукколу. Благодаря высокому содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, руккола является сильнейшим энергетиком. Она быстро приводит в тонус человека, повышает работоспособность, нормализует водно-солевой баланс. При этом энергическая ценность растения мала. Полезные свойства в совокупности с низкой колоритностью сделают траву незаменимой для тех, кто хочет вернуть или сохранить стройность фигуры. Прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Кати Кейны. Берегите себя и близких. До встречи! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.